В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о важности диспансеризации. А в гостях у нас Анжела Кабеева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Приморского края, главный врач Владивостокской поликлиники номер 3. Анжела Ассулбековна, здравствуйте! Добрый день! Идет неделя диспансеризации. Ну, а для чего же нам нужна эта диспансеризация? Для чего нужна неделя? Да. И для чего нужна диспансеризация? Неделя диспансеризации – это такой период времени, когда наибольшее внимание средств массовой информации, вообще врачей, привлечено к этому вопросу. Население всей страны привлечено. На это делается акцент, на это делается внимание, чтобы люди в эту неделю получили максимальное количество информации. Значит ли это, что диспансеризация ограничивается неделей? Конечно, нет. Диспансеризация проходила и предыдущие годы, будет она проходить и в этом году, и в следующем, мы надеемся, этот проект будет продолжаться. Потому что диспансеризация, простыми словами, это просто проверка твоего состояния. В каком ты состоянии сегодня находишься, и достаточно обычному человеку, не имеющему каких-то хронических заболеваний, недугов, просто человек, который даже и никаких жалоб не предъявляет, и никаких беспокойств у него нет. Но раз в год нужно обязательно пройти диспансеризацию для того, чтобы понимать, какой уровень здоровья у тебя сегодня. На следующий год ты пройдешь такую же диспансеризацию. И будет, во-первых, с чем сравнить. Может быть, твои показатели улучшились. Может быть, они ухудшились. И уже тогда приходит пора задуматься о том, чтобы что-то кардинально поменять в своей жизни. Но даже если человека ничего не беспокоит, и он чувствует себя совершенно здоровым, у него могут быть такие признаки заболеваний, таких заболеваний, которые долго молчат, не проявляют себя ярко, а на ранних стадиях эти заболевания можно купировать, излечить или взять под контроль. И вот в этом, собственно говоря, состоит смысл прохождения диспансеризации всеми абсолютно людьми. Старше 18 лет – это диспансеризация, а до 18 лет детки проходят профилактические медицинские осмотры. Диспансеризация. Что в нее входит? Это, наверное, анализы крови? Смотрите, для того, чтобы понять, почему именно такой набор медицинских обследований заложен в диспансеризацию, нужно вернуться к тому, для чего она нужна всему обществу. А нужна диспансеризация для того, чтобы выявить ранние признаки наиболее социально значимых заболеваний. Опасны все заболевания. Но для социума, для большого общества ряд заболеваний имеет принципиальное значение. Почему? Потому что эти заболевания влекут за собой преждевременный уход из жизни, инвалидизацию, потерю дней трудоспособности из-за того, что они выбивают человека из колеи, они мучают человека, и человеку нужно проходить либо лечение, либо делать какие-то уменьшения в своей трудовой деятельности, менять труд на более легкий, что ли. И это массовые явления. Этими заболеваниями сегодня страдает все больше и больше людей. И это проблема не только нашей страны или нашего региона. Это проблема человечества. Какие заболевания сюда относятся? Это сердечно-сосудистые заболевания. Это онкологические заболевания. Это заболевания органов системы дыхания. И это сахарный диабет. Вот эти четыре больших группы заболеваний съедают, в кавычках, конечно, большую часть сил и средств, нашего общества, которое вообще затрачивается на медицину. Потому что эти заболевания протекают долго, они протекают тяжело, и они приводят к страшным, иногда непоправимым последствиям. И в этом заключается их такая важность и обследования по этому поводу, и важность предотвращения развития этих заболеваний. Это, конечно, не уменьшает внимание наших другим болезням. Ну нет, конечно. Но они встречаются, вот если в целом брать заболеваемость людей, они встречаются в меньшем проценте. И поэтому для диагностики и лечения этих заболеваний другие методы используются. А скрининговая диагностика, вот такая тотальная, все общество проходит диагностику и делится на четыре группы. На первую группу здоровья, вторую группу здоровья, третью А группу здоровья и третью Б группу здоровья. И в зависимости от того, какую группу здоровья установили человеку в этом году, проведя диспансеризацию, вырабатывается ряд мер и мероприятий, которые человек должен в своей жизни применить. Ну, например? Ну, например, человеку поставили вторую группу здоровья и выявили у него такие факторы риска развития заболеваний, как, допустим, повышение артериального давления. Артериальное давление повышенные цифры, но страдания никакого нет. Человек говорит, да, нет. Нормально себя чувствую. Нормально себя чувствую. Но мы знаем, что это нормально, может в любой момент закончиться трагедией. И мы говорим ему, что в первую очередь это изменить образ жизни. Во вторую очередь, если не помогает изменение образа жизни, еще нужно что-то, мы говорим, какие-то препараты для контроля давления. И таким образом мы профилактируем тяжелейшие осложнения гипертонии, а ведь гипертоническую болезнь называют еще тихие убийцы. Потому что протекает незаметно, постепенно повышаются цифры давления, еще повышаются, еще повышаются. Повышенное артериальное давление не решает проблему мелких сосудов, капилляров, в которых забиваются, загустевает кровь, образуются тромбы и так далее. И в конце концов развиваются тяжелые осложнения, инфаркт, инсульт. Это на 90% последствия ранее, длительно, но очень скрытно протекающие гипертонии. Поэтому, выявив ее, мы скажем человеку, что делать. И, в общем, тут репертуар очень небольшой, но очень полезный. Двигательная активность, хороший сетевой режим, отказ от вредных привычек, нормализация сна, работа со своими эмоциями, взять под контроль свое собственное тело и свой собственный ум. Это очень большая задача. А кажется, так легко, вроде говорится, легко. Нет, это не так легко. Но это очень сложно сделать. И поэтому человеку даются рекомендации, что нужно сделать. Если же у человека выявляются какие-то другие факторы, допустим, это кровь. Скрытая кровь. Мы делаем анализ кала на скрытую кровь. И выявляется достоверный, положительный результат. Этого человека обязательно пригласят на второй этап диспансеризации. Она так называемая. На второй этап диспансеризации и проведут углубленное обследование. Почему? Что? Для этого будет проведено целый ряд мер в зависимости от того, какая симптоматика у человека. Будет проведено дополнительное обследование. Если не выявится заболевание, то, опять же, посоветуют раз в год перепроверяться. А если выявят какое-то заболевание, то его немедленно надо начинать лечить. Надо немедленно его брать под контроль. Люди охотно идут на диспансеризацию? Ну, я хочу сказать, что информация и просвещение делают свое дело. Конечно, сегодня люди с гораздо большим вниманием относятся к своему здоровью. И гораздо чаще мы встречаем спокойное, нормальное, адекватное отношение к приглашению на диспансеризацию. Более такое адекватное отношение по сравнению, конечно, с прошлыми годами. Постепенно, постепенно, постепенно. Ну, собственно говоря, диспансеризацию мы каждый год проводим. Проводим, и каждый раз мы говорим встретимся в следующем году. Провожая человека, мы каждый раз им говорим встретимся в следующем году. И, конечно, постепенно это входит просто в норму жизни. Тем более, что для трудоспособного населения вообще есть очень хорошая история с тем, что Трудовый кодекс регламентирует для работодателя прохождение обязательно. Да, необходимость предоставления обязывает работодателя предоставить один рабочий день человеку для прохождения диспансеризации с сохранением ему места работы и среднего заработка. Это дополнительный отгул, дополнительное время дается, помимо его заслуженного отпуска и так далее. Дается время специально, чтобы человек прошел диспансеризацию. То есть государство все механизмы включило. Государство предоставляет это бесплатно для человека по полюсу ОМС. Он проходит все обследования бесплатно. Государство влияет на работодателя законодательным образом. Государство финансирует очень многие проекты, направленные на просвещение, на информирование людей. работодатель заинтересован в том, чтобы его работники были здоровы. Ну, потому что здоровый человек, эффективный работник, больной человек, даже если он очень старается, он не может быть максимально эффективным. Ну и сам человек, он же заинтересован в том, чтобы быть здоровым. Ну, кого вы спросите, вы хотите быть больным или здоровым? Все скажут, здоровым. А вы хотите 10 тысяч шагов каждый день делать? Все скажут, ну, хочу. Но не делаю. Но не всегда делаю, да? Но для того, чтобы оставаться здоровым, нужно работать с собой. Нужно работать с собой. Нужно правильно все делать. И, конечно, в первую очередь, вы совершенно правильно заметили, это отказ от вредных привычек. Это первое, что нужно сделать. Отказаться от того, что несет тебе вред, просто нон-стоп, постоянно. Второе – это изменить свой образ жизни в сторону его более здорового такого, да? И мы уже говорили. Двигательная активность, правильное питание, эмоции. Собственно говоря, это основа, база всего, что нужно человеку делать с собой, ухаживать за собой, собственно говоря, и все. Это вот такие уходовые процедуры. Что-то новое в этом году в диспансеризацию включено? Репродуктивное здоровье, например. Да, да. Сегодня еще больший акцент, всегда внимательно к этому относились, но сегодня еще больший акцент делается на сохранение репродуктивного здоровья. И в этом отношении немножко расширилась линейка того, что предоставляется. И я бы не стала перечислять, что именно, потому что каждый раз, приходя на диспансеризацию, есть профилактический медицинский осмотр, есть диспансеризация, есть углубленная диспансеризация, есть второй этап диспансеризации. Нужно ли человеку запоминать, что к чему, когда относится? Вот мне кажется, что это лишнее. Ты приходишь каждый год, и тебе говорят, в этом году тебе положена диспансеризация. Вот это, вот это, вот это и вот это. Ты проходишь. На следующий год ты приходишь, говорит, тебе в этом году положено пройти профилактический медицинский осмотр. И в этот чек-ап входит первое, второе и седьмое. Потому что не каждый год нужно делать некоторые исследования. Да. И ты проходишь, и все. Ты приходишь в следующий раз, и тебе опять все говорят прямо вот на рецепшене, на стоечке регистратора, администратора. Тебе говорят, что в этом году для тебя нужно сделать. Поэтому мне кажется, что вот много терминов для обычного человека, но они зачем. Не запоминать их просто. Мне кажется, что это лишнее. Есть очень много важной, нужной и интересной информации, а это всегда доступно для того, чтобы посмотреть или проконсультироваться здесь на месте прямо. Но все-таки мы обмолвились в рамках нашей передачи. Я думаю, стоит сказать, что же такое углубленная диспансеризация, что же такое дополнительная диспансеризация, что к чему. Ну, углубленная диспансеризация это набор мероприятий, которые были введены и сегодня продолжают использоваться для того, чтобы провести диагностику осложнений, развившихся после перенесенного ковида. Ковида. Да, именно ковид заставил нас более внимательно смотреть. Это такая история тоже очень важная вообще для развития человечества. Понимание того, что когда мы встречаемся с чем-то новым, мы не знаем, как будет дальше протекать эта инфекция. И когда на первом этапе нам казалось главное ликвидировать этот вирус из человеческого организма, оказалось это не все. Оказалось, за то время, пока он находится в человеческом организме, он успевает так все разрушить. Да. Что последствия перенесенной коронавирусной инфекции некоторым людям приходится с этим работать месяцами, а некоторым годами. Какие системы могут повредиться? В первую очередь система дыхания. В первую очередь, конечно, легкие. Это такая орган-мишень. И могут развиваться последствия через некоторое время даже после того, как человек выздоровел. А могут развиваться последствия, которые нужно непременно диагностировать. и тоже с ними работать. Это сердечно-сосудистая система. Она оказалась под ударом. Это нервная система. И очень многие люди просто ощущают это влияние. И они жалуются на снижение памяти, на сложности концентрации внимания. Удерживать долго внимание в каком-то процессе становится более сложно. появляются появляются какие-то симптоматики со стороны центральной нервной системы в виде головных болей, каких-то еще других проявлений. То есть нервная система тоже оказалась очень подвержена, да, очень подвержена воздействию этого вируса. К сожалению, вот в этом году нет такой большой вспышки. И протекает инфекция уже совсем по-другому. Уже нет таких тяжелых случаев коронавирусной инфекции массовых, как было в первый год, когда мы только встретились с этой инфекцией. Но, тем не менее, эта инфекция тоже может навредить человеку, и поэтому мы должны к этому относиться внимательно. Для этого была разработана специально углубленная диспансеризация. Это набор, опять же, перечень исследований, которые применяются у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, в зависимости от того, что именно пострадало, какая система пострадала, этой системе уделяется большее внимание. А дополнительная диспансеризация? Речь идет, наверное, про второй этап диспансеризации. То есть дополнительно к тому, что всем положено пройти, в зависимости от того, какие показатели мы обнаруживаем. Допустим, мы выявили повышенный холестерин. И дополнительно нужно посмотреть, хороший это холестерин или плохой, в каком они соотношении, и другие показатели анализа крови нужно посмотреть. Для того, чтобы сделать уже окончательный вывод, нужно ли что-то предпринимать, или нужно предпринимать, но не медикаментозное лечение, а корректировку питания и так далее. То есть для того, чтобы дополнительно посмотреть, применять, мы делим это на два этапа. Первый этап общий, и второй этап углубленный. и он тоже не одно и то же для всех, а уже в зависимости от того, в каком состоянии здоровья именно этот организм, применяется перечень второго этапа. Для одного человека это будут вот эти анализы, для другого это будут другие анализы, потому что у него другая проблема на поверхность всплывает. Хорошо. Диспансеризация, вот мы проговорили, она же ведь, как вы уже сказали в начале, она не только неделю проходит, правильно? А диспансеризация проходит раз в три года для людей? С 18 до 39 это раз в три года, с 40 каждый год, но с 18 до 39 проходит периодический профилактический медицинский осмотр. Каждый год? Каждый год. Поэтому, еще раз повторюсь, не нужно запоминать и записывать в календаре какие-то просто раз в год идем и делаем то, что положено мне в этом году по моему возрасту и по моему состоянию здоровья. Что для этого надо сделать? Обратиться в поликлинику в свою по месту жительства? Во-первых, нужно понять, что нужно сделать этот шаг. Во-вторых, записаться на диспансеризацию сегодня можно разными способами. Можно прийти в поликлинику и записаться, но мне кажется, это пустая трата времени. сегодня в мире технологий, который нам доступен, мы должны, конечно, выбирать рациональные вещи. Это запись на госуслугах, это запись по телефону. У нас в Владивостоке единый колл-центр записывает именно в ту поликлинику, в которую ты приписан, он запишет тебя на диспансеризацию на то время, которое тебе удобно. Предложат несколько вариантов, и ты выберешь себе удобный. На госуслугах такая же история. Ты можешь зайти на этот ресурс и выбрать удобное для тебя время и прийти в поликлинику. Ничего, кроме полиса, не нужно. Полис, паспорт, как обычно, ничего не нужно больше. Когда? Когда пройти диспансеризацию? И помимо того, что один день можно взять на работе, и это будет уважительная причина пропуска работы и возможность пройти диспансеризацию. Можно взять в субботнее время, но до обеда точно все поликлиники ведут прием. Можно вечером пройти диспансеризацию. Мы работаем с 8 утра до 20 вечера. Ну, конечно, в 20 вечера уже не нужно приходить, нужно же еще успеть что-то сделать до 20, да? Поэтому в 19-30 последний пациент заходит обычно, и мы успеваем за полчаса ему сделать максимум. Кроме того, ведь сегодня проведена такая огромная, невероятная работа всеми учреждениями, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь, это поликлиники, это фельдшерско-акушерские пункты. Была просто проведена огромная работа для того, чтобы была возможность максимальное количество исследований сделать в один день. Максимальное количество. вот все сделали таким образом, чтобы даже если второй день нужен для того, чтобы какой-то, то это совсем уже единичные какие-то вещи. Обычно все проводится в один день. Прекрасно, если вы пришли, два часа был перерыв после последнего приема пищи, тогда мы можем взять все анализы. Или сделать здесь экспресс-диагностику, или взять лабораторным методом сделать, но все равно мы сегодня можем забрать материал биологический. Флюорография, маммография, смотровой кабинет, мазочек у женщин на атипичной клеточке. Это поиск как раз ранних признаков атипии. Вот. Это анализ крови на холестерин, на глюкозу. Это кардиографическое исследование, электрокардиография. Это определение риска сердечно-сосудистых заболеваний. И еще целый ряд обследований. Даже антропометрические измерения, некоторые люди очень так скептически к этому относятся. Что меня мерить, я что не знаю, сколько я вешу, сколько я ростом. И удивление бывает такое, когда ты измеряешь человеку рост, а он думает, что он все еще на 2 сантиметра выше. А это говорит уже о серьезных нарушениях в опорно-двигательном аппарате. Поэтому все эти измерения неформально проводятся. Не для галочки, а каждая из них несет какую-то информацию. Поэтому все это нужно добросовестно просто проходить. И все. Ну вот сейчас идет неделя диспансеризации. Что можете сказать жителям? Я хочу сказать жителям, что ваше здоровье в ваших руках на 90%. К сожалению, без вашей воли ничего не происходит с вашим организмом. Поэтому заботьтесь о себе, думайте о своем здоровье, делайте простые шаги, которые просто доступны каждому человеку в нашей стране, и будьте здоровы и благополучны. Ну что ж, да будет так. Я желаю всем здоровья, ну и не забывать его все-таки проверять. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о важности диспансеризации. В гостях у нас была Анжела Кобеева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Приморского края, главный врач Владивостокской поликлиники номер 3. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров Корректор А.